Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, художниками, скульпторами Богдан Павлович Вилевальде Русский живописец, академик, заслуженный профессор батальной живописи Член Совета Императорской Академии Художек Сын богатого иностранца из Баварии Готфрид Вилевальде Родился в Павловске в 1818 году Живописи учился сначала у художника датского происхождения Карла Югеншельта Тестя Густава Фаберже Учился в Петербургской Академии Художеств у Карла Брюлова А затем у Зоу Эрвейда Получил в 1842 году большую золотую медаль Звание художника за картину «Сражение при Фер Шампеннаузе» Был командирован за границу для продолжения обучения Работал в Дрездене над сюжетами войны 1813 года В 1844 году был вызван в Санкт-Петербург Для окончания начатых Зоу Эрвейдером работ по истории борьбы с Наполеоном Получил звание профессора Удостоен звания профессора первой степени А в 1888 году заслуженного профессора Среди его учеников были Грузинский, Гурский, Заурвейд, Ковалевский, Шарлемань, Филиппов, Шильдер, Штенберг, Попов, Мазуровский, Бродовский и другие Руководил батальонным классом Академии художеств вплоть до реформы 1890-х годов Действительный статский советник 17 апреля 1870 года Награжден орденами Святой Анны Первой степени И Святого Станислава Первой степени Святого Владимира Третьего Вышел в отставку со службы Академии В 1894 году Оставшийся членом Академического Совета Картины Веливальды Экспонировались на всемирных выставках В Париже, Вене, Антверпене В Берлине Первоначально он находился под влиянием немецких мастеров В особенности мюнхенского художника Петра Гесса В его духе написана большая картина Битва при Гисгбелле Потом образом ему служил король баталистов Расс Верне В последний период своей деятельности Он обратился вновь к любимой и хорошо им изученной эпохе Наполеона Отдаваясь преимущественно изображениям военно-бытового характера Проявил новую симпатичную черту своего таланта Мягкий юмор в изображении таких живых военно-билетических сцен Как рейб гусары Савояр, казаки Нарени и так далее Это был очень представительный и красивый старик Высокого роста, худощавый Держался прямо, одет был по моде 40-х годов В бархатный пиджак Всегда был очень опрятно одет Писали о нем Крахмальный воротник рубахи Повязан черным атласным широким галстуком И штаны, как носили при Наполеоне Третьем Со штрипками На голове черный цилиндр Николаевская шинель С большой пелериной серого цвета А зимой такая шинель И на меху Говорил с сильным немецким акцентом И не совсем правильно по-русски Умер 11 марта 1903 года В возрасте 84 года Ну так, вкратце, из Википедии О русском живописце, академике Заслуженному профессору Батальной Живопси Член Совета Императорской Академии Художеств Богдан Павлович Илевальде Пока-пока, до свидания, смотрим работы Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова